МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О работе местных советов Могилёвской области, об опыте решения проблем и инициативе, в делах больших и малых, ответственности и конкретных людях. Программа «Обратная связь». В центре Климовича к 70-летию победы в Великой Отечественной войне жители района установили памятник женщинам. Ведь на их долю в годы лиховетия выпало немало испытаний. Об этом должны знать и помнить потомки. Идея принадлежала ветерану Илье Трофимовичу Федотенко. Фронтовик сейчас отдыхает в санатории. Белагропромбанком было принято решение провести акцию в поддержку ветерану войны с оказаниями единовременной материальной помощи. Для нашего района была выделена одна материальная помощь. Это Федотенко Илье Трофимовичу. Он эту премию отдал на строительство этого памятника и выступил с инициативой перед жителями города Климович о сборе средств для дальнейшего строительства памятника женщинам-климовчанкам, вдовам войны. Все откликнулись. Было собрано 45 миллионов денег. И 34 миллиона ушло на строительство этого памятника. А 10 миллионов еще мы установили два памятника в деревне Осмоловичи и Леонполье. Забота у ветеранок всегда в приоритете государства. В стране созданы все условия для достойной жизни ветеранов. Речь идет не только о социальных льготах и гарантиях, но и о каждодневном внимании и помощи конкретному человеку. Адаму Адамовичу Молоковичу 90 лет. Живет один, но одиноким себя не считает. Рядом с ним всегда молодежь. Школьники-волонтеры даже в летние каникулы навещают фронтовика. Мы сами соглашаемся на это, потому что мы сами хочем помогать людям. С ветераном настолько интересно работать, когда к ним приходишь, помочь что-нибудь убрать, покрасить забор. Потом сидишь с ним, разговариваешь. Очень доволен, конечно. Молодцы, я очень благодарен им. Все чистота, кругом это их работа. Он в последнее время практически не видит, поэтому за ним надо уход постоянный. Я постоянно сюда приезжаю, готовлю ему, убираю ему. Замечательный человек, потому что жизнь прожил очень трудную, тяжелую. Я хочу выразить искреннюю благодарность руководству района. Районному совету ветеранов за то внимание, которое они оказывают нам, ветеранам Великой Отечественной войны. В Климовическом районе из 140 деревень в 93-х проживает до 30 жителей. Практически все пенсионного возраста. В такие населенные пункты приезжает информационно-социальный поезд «Забота». В непринужденной беседе сельчане решают ряд проблем, ведь в гости к ним приехали представители почти всех служб. Пожилым людям особо важна встреча с доктором. Померили давление, выписали мне рецепт, сделали укол. Частей приезжали. Хорошо. Не надо ехать в город, в больницу, там стоять очередь. Нине Егоровне хоть и 90 лет, но на огороде работает днями. Бабушку привела к врачу соцработник. Общение здесь, как хорошие таблетки. Да вот плохо, что. И курочек задержала. Вот леса покрала, поела. Ну, я же, я буду одна сидеть. Так же у меня все-таки занятие курочки. Я выйду зимой поговорю. Ну, вы знаете, всегда прилично люди. Ну, меньше 20 человек не бывает. Люди идут со своими жалобами обычной. Очень хорошо, что нас посещают и мне проще, потому что здесь я могу к кому-то подойти, конкретно надо вам это, нет. Может, вчера этой проблемы не было, а сегодня она появилась. Это деревня Семеновка. В ней всего семь жителей. Дом фронтовика Ильи Филипповича Моисеенко считается домом социальных услуг, то есть местом, где собираются все сельчане. Было концерты ставили, сюда привозили. Они все собираются сюда к нам. А сейчас, вот смотрю, у вас тут школьники работают, да? Забор красят? Да, помогают школьники. И у нас дров на этой нарезали, накололи, и они уже будут это носить нам, помогать. Илья Филиппович хоть и в возрасте, но выполняет обязанности старосты деревни. При каких спорах, так и девушка-то забудь. А теперь я уже тут никуда не ходу, уже ноги не ходят в сельдие. Но к вам авторитетно обращаются, а вы в сельский совет потом звоните, да? Ну да, да, в сельский совет бывает часто, на ней одновременно. На следующий год Илья Филипповичу исполнится 90 лет. Если где-то у кого какие вопросы, значит, через Илья Филипповича, вот, он сообщает мне, замдиректора по идеологии хозяйства. Ну, приезжаем, помогаем, что можем. В Климовическом районе 18 деревень, где живут только пенсионеры. К таким особый подход. Это надо принести воды, надо и приготовить дрова, и создать условия для комфортной жизни этих людей. И поэтому у нас комплексно проводится эта работа, это и обследование этой категории людей. Мы смотрим во время обследования и состояние жилья, и состояние электропровода, типичного отопления. Кроме этого поезда заботы, каждый у нас ФАП, амбулатория закреплены за каждым населенным пунктом. И регулярно уезжают медицинские работники, работники культуры, автоклуб работает. Работают, может, люди уже преклонного возраста заказать. И в библиотеке литературу может принести на дом для пожилых людей. Это красивое здание в деревне Борисовичи было базовой школой. Но для 15 детей содержать ее стало нецелесообразно. Их теперь возят в соседнюю школу, а здесь поселили пенсионеров, у которых нет ни родных, ни близких. На сегодняшний день здесь проживает 39 человек. Здание это расшитено на 45 коек. В штатном расписании здесь 22 технических работника. Среди постояльцев два ветерана Великой Отечественной войны. Слабым и одиноким людям оказывают должный уход. Спонсоры помогли с хорошей мебелью. Многие пенсионеры взяли с собой памятные вещи, которые нашли место в маленьком музее. Как, к примеру, этот ковер, вышитый крестиком. Мы стараемся приблизиться действительно к домашним условиям, чтобы люди получили заботу, чтобы у людей был какой-то комфорт, чтобы они не чувствовали себя оторванными от общества. Мы проводим трудовую реабилитацию. Они могут чем-то заниматься. У нас работают два кушка, у нас работают два кула. Много людей читают, но сколько, 20 человек я обслуживаю из них. Классику читают, детективные романы. Здесь и хозяйство небольшое, и огород, где пожилые люди выращивают традиционные овощи. Есть даже баня. Одним словом, все как дома. И главное, эти люди теперь не одинокие. Особое почтение золотому фонду ветеранов. Фронтовикам. На этой памятной доске, выпущенной к 70-летию Победы, 32 фамилии. Четверо, к сожалению, ушли из жизни. Самому молодому ветерану войны 90 лет. А нас так осталось 28 человек ветеранов Великой Отечественной войны. Ну, я вам скажу, что половина из них, а то и больше, ведут активный образ жизни. Вот мы альбом создали. Он и называется так «Преемственность поколения». Потому что ветераны посещают и трудовые коллективы, посещают и школьников. И рассказывают про эти годы лишения, и период войны, период восстановления народного хозяйства. В этом альбоме и наказы есть ветераны Великой Отечественной войны, и дети благодарят за то, что живут под мирным небом. За каждым ветераном закреплены у нас и трудовые коллективы, закреплены у нас общественные организации. Это и Белая Русь, и БРСМ, и волонтерские отряды. О цивилизованности общества всегда судят по отношению к старикам. Они не просят звезд с неба. Им нужна всего лишь посильная помощь и, главное, общение. Редактор субтитров А.Семкин